Новый коронавирус из Китая сегодня одна из самых обсуждаемых в мировых тем. Вспышка вирусной пневмонии началась в декабре в китайском городе Ухань. Очагом заболевания называют один из городских рыбных рынков. Там продают морепродукты, мясо птиц и животных, в том числе экзотических. Мы можем утверждать, напевно, что инфекция пошла с местного рыбного рынка. Рынок закрыли. Специалисты в защитных костюмах регулярно дезинфицируют улицы китайского города. А вот так выглядит транспортировка зараженных коронавирусом. Новый китайский вирус унес жизни как минимум 17 людей. Зафиксировано более 400 случаев заражения. На данный момент география его распространения значительно расширилась. Коронавирус поражает дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт или нервную систему. Может вызывать бронхит и пневмонию. Его симптомы похожи на признаки обычного гриппа. Начинается вирусная пневмония очень остро. Первые признаки заболевания – это высокая температура, ломота во всем теле. То есть обычные признаки вирусной инфекции. Поставить диагноз по клиническим симптомам, сказать, что это именно коронавирус, не поставит никто. Нужны специальные методы исследования. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. В аэропортах многих стран мира уже начали проверять наличие симптомов коронавируса у некоторых пассажиров. В аэропортах есть специальные устройства, которые регистрируют повышенную температуру и принимают соответствующие меры. В Украине случаев заражения зафиксировано не было. Тем не менее, ВОЗ настоятельно рекомендует не посещать в ближайшее время Китай и регионы, где были зафиксированы случаи вирусной пневмонии. А мясо, яйца, птицу и рыбу перед употреблением подвергать тщательной термообработке, мыть руки после улицы и транспорта. При малейших симптомах, напоминающих грипп или воспаление легких, советуют немедленно обращаться к врачу. Американские ученые уже работают над вакциной против нового вируса, однако на разработку лекарства могут уйти месяцы. А на рынке вакцина может появиться только после клинических испытаний, это как минимум через год. К слову, эпидемия напоминает тяжелый и острый респираторный синдром в начале 2000-х, который охватил десятки стран. Тогда в результате вспышки коронавируса, начавшейся в Китае, атипичной пневмонией заболели более 8 тысяч человек. Более 700 умерли. Нарина Щеглова, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».